Зима – время для различного рода покатушек. Кому-то для этого нужно две точки опоры, кому-то одна – пятая. С приходом в нашу жизнь санок-ватрушек, многие нашли на свою пятую точку приключения. И не всегда с хэппи-эндом. Это видео не из Архангельска, но и у нас хватает любителей быстрой езды. Не случайно же в Малых Карелах уже 15 лет дежурят волонтеры Красного Креста. Прежде помогали саночникам-перевертышам. С появлением ватрушек работа им добавилась. Если человек пострадает во время катания с гор, они спускаются с этой горки, поднимают человека, делают, конечно, там сразу же первичный осмотр, поднимают на горку и переносят к нам в домик. За 15 лет работы у нас было 673 пострадавших. За эту зиму, слава Богу, всего три человека. Северяне, кажется, начали понемногу осваивать культуру катания. Тогда вот вам еще полезные информации от МЧС о возможном вреде ватрушек для фигуры. При катании со склонов ватрушка развивает очень высокую скорость, до 40 км в час. Ватрушка, она действительно более травмоопасна за счет чего? За счет того, что она неуправляема. Надо прежде всего посмотреть, чтобы на склоне не было деревьев, чтобы на нем не было ухабов, чтобы не было трамплинов. Посмотреть сверху недостаточно. Почему? Потому что снег, он имеет особенность, что если мы сверху смотрим, этих препятствий можно просто не заметить. Ватрушка вращается вокруг своей оси. А значит, вы не только ею не управляете, но и теряете из виду возможные препятствия. К тому же любой бугорок служит ей трамплином. У тебя были в жизни примеры, когда вот с кем-то что-то случалось на ватрушке? Ну да, бывало. В деревне друзья иногда падали с ватрушки. Слететь с ватрушки еще полбеды. При приземлении ее камера спруженит, а вот ваш скелет нет. Компрессионный перелом позвоночника – одно из самых распространенных последствий неудачного катания с горок. Заведующий травмой детской областной больницы Николай Перфильев каждую зиму ставит такой диагноз. И не по разу. К счастью, переломы в основном первой степени. Успешно пролечиваются у растущего организма и не влекут за собой инвалидизацию. Однако бывают и более тяжелые случаи. Чаще это связано со столкновениями детей с взрослыми. Когда происходит серьезный удар, ломаются конечности, были и переломы бедренных костей, и серьезные переломы позвоночников. И все это сочеталось с черепно-мозговыми травмами. Случаи инвалидизации были, но тоже единичные, конечно. Может и единичные, но парня прикованного к коляске эта статистика не утешит. Как и родственников человека, погибшего в Новый год в одном из дачных поселков под Архангельском. Трагедией закончились гонки на ватрушке с автомобилем в упряжке. В общем, если и кататься, то только на оборудованных горках. На ваш взгляд, какие должны быть обязательные правила, чтобы было безопасно? Кататься, главное, в организованных местах, где есть инструкторы, и выдерживать нормы времени по спуску. То есть правильное расстояние. Инструкторы на этой базе, кажется, учли чужое мнение и чужой горький опыт. Сделали ограждение, разделили спуск на несколько отдельных трасс. Они достаточно протяженные и не сказать, что пологие. Однако молодая мама Юлия Шумилова не побоялась прокатиться с маленькой дочкой. Я вот до этого, пока ее не было, одна приезжала. Было все тут по-другому. Сейчас очень тут все надежно. К слову о безопасности совместных поездок. Многие специалисты выступают против парной езды. Ведь если ватрушка, не дай бог, перевернется, ребенок может пострадать от своих же родителей. С другой стороны, не рекомендуется усаживать в тюбинг и одного ребенка дошкольного возраста, так как он вообще не контролирует спуск. Так что не делайте из малышей экстремалов. Пусть подрастут. А если решили катиться вместе, выбирайте оборудованные и некрутые спуски. У вас насколько обеспечены безопасности? Чем? Тем, что у нас сделаны бортики. Из-за этого они безопасные. Как у вас соблюдается очередность, допустим, потому что я знаю, что иногда могут и ногами влететь в спину. У нас для этого человек стоит. Он смотрит, чтобы через некоторое время запускать ватрушки. Такая безопасность плюс дополнительные услуги в виде подъемника стоят денег. И для кого-то немалых. Поэтому многие по-прежнему предпочитают кататься, где придется. Экономят. На здоровье. Алексей Карельский, Юрий Березин. 7 дней в регионе. 7 дней в регионе.